У химчанина Андрея Лоренцева руки никогда не дрожат и глаз как у орла, поэтому все его стрелы летят точно в цель. В свои 16 лет он уже мастер спорта и числится в списках сборной России. На первенство Московской области Андрей надеется подтвердить свои навыки. Хочу показать все свои силы и показать свой результат. Соперники очень достойно стреляют. Будем стараться и побеждать. Первенство Московской области традиционно проходило по стрельбе из классического и блочного лука. В последнем специализируется Андрей. Эта дисциплина вскоре войдет в список олимпийских видов спорта. Чем отличается блочный лук от классического? Блочный лук отличается, во-первых, тем, что он не входит пока что в олимпийский состав видов спорта. И, во-вторых, то, что он более модернизированный, чем классический. Быстрее стрела вылетает. Прицел также можно ставить с линзами, которые увеличивают. Задача участников с дистанции 18 метров совершить 60 выстрелов по мишени. Оселить это приехали лучшие спортсмены региона. Юноши и девушки от 13 до 21 года из четырех городов Подмосковья, которые славятся сильной школой по стрельбе из лука. Собрались спортсмены из четырех городов. Раменская, Одинцова, Балашихи и Химки. Выявляем сильнейших спортсменов для отбора сборной команды Московской области. В сборную попадет здесь разные категории. Блочный лук, классический лук. В среднем отбор идет по финалистам. То есть в каждой категории в пределах 5-6 человек. По итогам соревнований в копилке химкинских стрелков очередные медали. Среди юношей в призерах Андрея Лоренцев и Дениса Иваненко. Химчанка Кристина Кахновская первая среди девушек. Теперь победителей ожидает заключительный этап отбора в сборную Московской области в мае.